Дорогу вблизи Экибастуза залатали с технологическими нарушениями. Это подтвердили лабораторные исследования. Напомню, на ямочный ремонт 23 километров магистрали ГРЭС-1 без Камыс было потрачено 300 миллионов тенге. Но всего за два года асфальтобетонное покрытие пришло в негодность. С результатами экспертизы ознакомилась Александра Петрова. Для экспертизы дороги отобрали 8 проб. В каждой выявили несоответствие по водонасыщению и уплотнению. Специалисты пояснили, при том, что качество асфальтобетонной смеси хорошее, была нарушена технология укладки. Превышена толщина. По проекту она должна быть 4 сантиметра, по факту доходит до 8. Это как раз может повлиять на уплотнение. Даже один сантиметр асфальтобетонного покрытия сложно укатать и уплотнить. Даже если смесь хорошая, привезли его на участок, при укладке она должна быть не менее 120 градусов и хорошо должно укататься, уплотниться. Поскольку асфальтобетон укатан недостаточно плотно, срок эксплуатации сокращается, заявили специалисты. Они не исключают, что на быстрое разрушение дороги повлиял в том числе крупногабаритный транспорт, превышающий нормы по весу. От большой нагрузки также появляются микротрещины. Однако это не отменяет допущенных подрядчикам нарушений. Объект находится на гарантийном обслуживании. В рамках гарантии за собственный счет должен устранить какие-либо замечания подрядной организации. В этом году с Национальным центром качества дорожных активов начал сотрудничать Акимат Павлодара. Сумма договора – 5 миллионов тенге. Теперь строительство и ремонт городских дорог начнут контролировать, проверять качество асфальта и соблюдение технологии. Также лабораторно. Александра Петрова, Валерий Павлов, телекомпания Ирбис.